Так, взяла свою шпагалку, кто-то мне недавно написал. Ну, всем большой привет! Вы на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли и подписались. И сегодня будет тема француженки 60+. Я говорю 60+, потому что для меня этот возраст как-то оптимальный. Возраст мудрости, возраст перехода, не хочу, не буду употреблять слово старение, а вот возраст взросления. 50 лет во Франции еще, 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 еще это приравнивается к 40 и так далее. Сегодня поговорим о дамах. Сразу хочу сказать, это чисто мое мнение, чисто мой опыт, мое окружение, поэтому давайте будем снисходительными, давайте будем уважительными и послушаем. Очень часто мне задается вопрос, расскажите о француженках 60+, сеньорах. Мадам, почему они не толстеют? Хочу сказать, что не все француженки Коко Шанель. Сегодня не буду, как бы, уточнять парижанки, не парижанки. Сегодня не буду рассказывать о моей свекрови, потому что моя свекровь, это моя свекровь, это женщина, которая мне дорога. Мне больно слышать в ее адрес какую-то критику. И я хочу только сказать, что все женщины разные, у всех разный образ жизни, у всех француженок разное здоровье. Моя свекровь перенесла онкологию, и я считаю, что в ее ситуации она выглядит очень хорошо. Давайте поговорим, не толстеют ли они после 60, 60, ну 50 плюс, 60 плюс, давайте уже так, более, пошире, пошире, чтобы все вошли в эти рамки. Француженки все разные, но все-таки, если вот посмотреть в общей массе, на кого стоит равняться, вот именно на женщин за 50. Почему так? Ну, потому что у каждого из нас есть какой-то эталон француженки-парижанки в голове. И из массы, если мы вот говорим о француженках, француженках, я не говорю сегодня о молодежи, я не говорю о среднем возрасте, вот именно мадам 60 плюс, она выделяется. Все ли они худые? Нет, далеко не все они худые, могут быть разными, но в основной массе они стройные. Не раз вам уже говорила, если посмотреть со спины, то, в принципе, ты увидишь хрупкую француженку с хрупкой костью. И сегодня я не открою для вас Америку, для кого-то это видео будет полностью банальным, но, может быть, расскажу просто для интереса, как они питаются, какой у них образ питания и какие, в кавычках, у них секретики, чтобы поддерживать этот образ питания. Но самое главное, на чем я хочу остановиться, это культура питания. Если вот из всего видео нужно выделить два термина, это даже, наверное, два термина, да, это первый термин с удовольствием и с мерой. Вот это два термина, которые на самом деле я могу выделить, которые нужно запомнить. И чувство меры, чувство грани. Когда француженка 60 плюс переходит вот в определенный возраст, в мудрый возраст, так я его назову, она очень хорошо чувствует эту грань, грань мудрости. То есть для нее это естественный процесс. Вот естественность, мера и удовольствие. Вот они, три термина. Это естественный процесс, и она не заморачивается. Она не впадает ни в какую панику. Она знает, как нужно действовать, в каком направлении нужно идти. Потому что это направление она уже выбрала, я сегодня говорю о питании, с самого детства. С самого детства во француженках заложена культура питания. Сейчас у молодых это все меняется. По часам. Завтрак, обед, ужин. Прием пиши для них очень важен. Я думаю, что не только я, но и блогеры, которые рассказывают о француженках, вам уже не раз так говорили. Умная и мудрая француженка, которая заботится, у них такой есть лозунг, заботится о своем теле и здоровье с молодостью, с молодости. Она никогда не пропустит ни завтрак, ни обед, ни ужин. И самое главное, в приятии пищи, вот в эти часы, получать удовольствие. Это есть спокойно, размеренно, хорошо жевать. Это все банальные вещи, но иногда мы про это просто-напросто забываем. Есть ли какие-то секреты именно в питании? Есть ли что-то такое, что они едят на завтрак, а мы не едим, и от этого они худые? Или на обед? Или, может быть, они не ужинают? Нет, они всегда завтракают, обедают и ужинают. Что бы ни случилось, какая бы новомодная диета не выскочила в интернете, по телевидению, они всегда будут делать это, особенно француженки в возрасте. Не скажу, что они какие-то заядлые, такие фанатики зож, здорового образа жизни. Здоровый образ жизни у них с самого детства. Понимаете? То есть, с детства они приучены завтракать. Но как так можно быть стройной и есть круассаны? Ну, что я вам сегодня скажу? Это просто вот картинка, как мы, наверное, постоянно, если говорить о русских, то может такая картинка в голове возникнуть, что мы пьем водку постоянно. Такие стереотипы. Или как по... Ну, не знаю, вообще очень такие... Ну, я думаю, вы все поняли. Нормальный французский завтрак, обыденный, обычный, это багет, хрустящий, свежий багет с маслом и с вареньем, конфитюром, как здесь называется. Очень часто они готовят этот конфитюр дома женщины сами. Если у них есть огородик, вот как в пригороде Парижа у нас, если у них кто-то из знакомых делает варенье, они покупают. Иногда, конечно же, и очень часто они также покупают его и в супермаркетах. Но багет с маслом и с вареньем, они делают себе чашку, это даже не чашка, а наша пиалка, кофе с молоком, и они макают туда этот багет. Поначалу это шокирует, потому что ну как-то непривыкли мы некрасиво, масло в кофе, все это растекается, это жирно, некрасиво, но они так привыкли. У меня так есть муж, у меня так питается свекровь, а круассаны, а выпечка их чудесная, замечательная, да, но не каждый день. То есть вот муж у меня может принести выходной, встать пораньше и сделать удовольствие для всех. Куда-то выезжаем, да, можем остановиться и позавтракать. Многие завтракают в кафе, французы любят очень выходить пораньше на работу, не заморачиваться дома, чашечка кофе, журнальчик и багет с маслом. Но иногда, да, иногда они берут и круассаны, но это не каждый день. Обед – это святое. Обед должен всегда состоять из протеинов, из углеводов и овощей. Очень много французов едят овощей. И женщины в возрасте едят много овощей. Но знаете, вот говорят овощи и фрукты, а вот с фруктами они намного-намного осторожнее. Фрукты – это сахар. Хотя сейчас очень много всякого пишут и говорят, иногда говорят, что это опасно, другие говорят, что это все не опасно, что можно есть. Одно я сегодня хочу сказать, не объедаются они фруктами. И фрукты они едят в определенный период дня. То есть, они не смешивают никогда фрукты с основной едой. Фрукты – это после 4 часов, после 16 часов. То есть, возможен этот перекус, но потом. В моем окружении вот француженки в возрасте поступают именно так. Никаких перекусов, никаких таких вот постоянно что-то съесть. Это очень плохо. Нету такого в их культуре. И поначалу я помню, когда приехала во Францию, вот это было для меня очень сложно не перекусить. То есть, пойду-ка сорву яблочко. У первой свекрови был сад. Она мне говорит, подожди, зачем ты сейчас ешь? Ты нарушаешь баланс своего организма. Ты поднимаешь сахар в крови. Ты перебиваешь чувство голода. У тебя не будет такого наслаждения, чтобы насладиться пищей. А для них пища, прием еда, просто поесть, это и есть наслаждение, это и есть удовольствие. Поэтому мне было очень сложно к этому привыкнуть. И, как я уже не раз вам говорила, здесь вот рестораны какие-то, кафе, они работают по определенным часам. и в маленьких городках, если это не Париж, не туристический город, там уже приспособились, все всегда открыто, культуры разные приезжают. Здесь рестораны будут закрыты. То есть не успели, не поели, никто вам не откроет. Питайте, где хотите и как хотите, покупайте, что хотите. Едят они очень тщательно, как я уже сказала, с удовольствием. Могут выпить вина. Ну, скажут, что они пьют вино вот каждый день, прям каждый день. Нет. Иногда пьют, ну, как я уже говорила, размешивают его с водой, что такая розовая водичка. Встречала в некоторых семьях, не люблю этого. Ну, я иногда своей кровью этим грешит. Считаю, что это портит вино и так далее. Предпочитаю хороший бокал вина вечером. И да, чаще всего это вечером, потому что днем они говорят, что вино, оно как бы, ну, ты становишься более вялым, менее продуктивным, тебе хочется спать. И, а вот вечером во время аперитива, аперитив для них священный тоже, они употребляют вино. Что я хочу сказать? Ужин. Вот все-таки недавно смотрела передачу, провели исследование, и вот регион в Париже люди, основная масса людей более питаются лучше, сказали, потому что достаток больше, чем в других регионах Франции, и позволить они себе могут больше, ну, были проведены вот такие исследования. Также сказали, что еще очень большая масса людей снижается этот процент, но все-таки на ужин едят супы. Супы-пюре, как вот их приучили мамы и бабушки, то есть французы, француженки в возрасте особенно не едят протеины на ужин. Они считают, что это тяжелая пища, и что это будет загнивать в организме, это очень тяжело переработать, и даже ночью организм не будет справляться. Поэтому они едят протеины в обед. А на ужин легкий суп, стаканчик вина, могут съесть кусочек сыра. Употребляют ли они хлеб? Не скажу, что они бросаются на этот хлеб, съедают багет. Нет, они едят хлеб, но тоже маленький кусочек. Вот эта мера, она во всем. И это здорово. То есть у них организм уже до такой степени за все эти годы, до 60 лет привык, что им не нужны вот эти обжорства, я так скажу. Есть ли что-то такое, что советуют врачи, женщинам, которые переступили рубеж в 60? Я вам скажу так, все зависит от здоровья женщины, от ее образа жизни. Когда ты уже на пенсии, то ты можешь себе позволить расслабиться, вкушать эту жизнь, но все зависит от того, сохранила ли ты здоровье или нет. Если тебе повезло и у тебя отличное здоровье, ты можешь заниматься спортом и это очень приветствуется. Очень приветствуется ходьба. Как я уже сказала, здесь пенсионеры, у них есть клубы по интересам и очень часто ты видишь их в обуви для ходьбы, не кроссовки, а вот прям большие такие полу... как это сказать... обувь для... горная обувь для ходьбы с палочками и вот такая ходьба для них очень-очень привычная. Они занимаются ходьбой, они не утруждают себя в спортивных залах, ну, есть такие немножко, но в основном это спокойный спорт, как йога, танцы, гимнастика, что-то такое, где ты можешь пообщаться, расслабиться, но в то же время мышцы твои в тонусе. И доктора советуют не уменьшать объемы пищи, хотя очень часто мы слышим, что чем ты старше, тем нужно уменьшить объем пищи, нужно есть более качественную пищу, нужно относиться к процессу еды очень хорошо пережевывать. Наш организм с возрастом все-таки он изнашивается. Органы работают медленнее, и нужно им помогать, жевать, заниматься спортом, гулять, позитив в голове и удовольствие от всего. Также нужно есть очень много овощей, клетчатки, нужно пить воду, но не с фанатизмом. Завтракаем, обедаем, ужинаем, более легкий ужин, вот супы. С мясом нужно быть с протеинами более осторожно, в смысле того, что советуют красное мясо раз в неделю, курицу, индюшку, то есть варьировать и обязательно варьировать рыбу, белую, красную, если здоровье вам позволяет, то обязательно нужно употреблять в пищу рыбу. Пьют ли они какие-то витамины? Знаете, вот если я посмотрю на свое окружение, они очень скептически относятся к витаминам, хотя вот сульгары и так далее, французские витамины дорогущие, но моя свекровь всегда скептически говорила, что не усваиваются эти витамины в организме, я баловалась, честно скажу, сейчас уже вот, наверное, год прекратила и даже ничего не покупаю, и в принципе эффект это такой мизерный процент, что она мне всегда говорила, ешь сезонные фрукты и овощи, покупай на рынках, покупай у людей, которых ты знаешь, ведь не даром у француженок в маленьких деревнях, в маленьких городках, да даже в Париже есть свои булочники, есть свои мясники, есть свои лавки рыбные, где они испокон веков покупают что-то и если, не дай бог, закрылась эта лавка, то все, здесь уже трагедия. Как я уже сказала, не есть меньше, есть с удовольствием и размеренно. Вот вроде я не открыла для вас никакого секрета, почему француженки такие вот стройные в возрасте. Но я считаю, что вот эти вот мелкие пазлы, когда мы складываем их вместе, мы понимаем, что годами не был испорчен метаболизм. Понимаете, француженки не испортили никакими диетами, никакими стрессами. И когда ты питаешься вот так размеренно на всю жизнь, то это и есть секрет успеха. Я считаю, что секрет успеха выглядеть хорошо в возрасте, он должен быть заложен с самого детства. Поэтому, если меня смотрят молодые, то приучайте своих детей к хорошему питанию, есть с удовольствием и знать меру. Можно все в этом мире, можно иногда и отступить на шаг, но самое главное вернуться на ту же дорожку и начинать свой путь, когда ты начал его. я вас всех целую, обнимаю и если у вас есть мнение по этому поводу, то добро пожаловать в мои комментарии, подписывайтесь, кнопка внизу, а я вам всем говорю до новой встречи в рубрике секреты француженки. Ваша Светлана Франция, всем пока!